Остановочные павильоны нового типа оснащены двойным ударопрочным стеклом. Именно здесь будет располагаться реклама. Таких остановок в городе пока только две, но в скором времени появится больше сотни. На Волжском проспекте улицы Гагарина два павильона пока пустуют. В ближайшие дни начнется работа по привлечению рекламодателей. После возвращения городу полномочий в сфере наружной рекламы торгами теперь занимается муниципалитет. В городе утверждены 13 типов рекламных конструкций. Самые востребованные среди них – остановки и щиты размером 3 на 6 метров. На сегодняшний день в городе меньше полутора тысячи рекламных конструкций. Это в три раза меньше, чем пару лет назад. В прошедшем году комитет по наружной рекламе, собственно администрация городского округа Самара провела колоссальную работу по искоренению такого класса, как незаконники в рекламной отрасли. У нас в этом году демонтировано 814 рекламных конструкций разных форматов. Работа по демонтажу незаконных рекламных конструкций шла активно, но не без труда. До того, как полномочия вернули в город, приходилось сначала направлять информацию в Министерство имущественных отношений. Теперь монтаж и демонтаж будет происходить проще и быстрее. Еще одна востребованная площадь для рекламщиков – фасады жилых домов. На них также будут выдаваться разрешения, а стоимость госпошлины – 5000 рублей. Мнение жителей будет учитываться прежде всего. Если большая часть собственников будет против рекламного счета на фасаде, его не установят. Кроме госпошлины, городской бюджет ежегодно будет пополняться на 95 миллионов рублей за эксплуатацию конструкций, по которым уже заключены договоры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова